Хороший пример эффективного финансового управления. Предприниматель из Ханемея не просто остался на плаву в период пандемии, а сумел развить свой бизнес. В этом ему помог грант, который выделила администрация поселка. Сумма поддержки составила 100 тысяч рублей. Благодаря этим деньгам в муниципалитете появилось кафе быстрого питания. Подробнее об этом расскажет Мария Федорчук. Запах свежеиспеченных хлебобулочных изделий и бодрящего кофе, а еще теплое помещение. Что может быть лучше, когда в прохладную погоду ждешь нужный автобус? Кафе быстрого питания и отапливаемую остановку в центре Ханемея построил Тимур Милибоев, а необходимое оборудование приобрел на средства гранта. В поселке нету, где посетить, как говорится, быстрое приготовление, ну как закусочное. И теплая остановка, чтобы люди не стояли в холоде, зашли покушали, кофе попили. Так решил сделать. В этом году, чтобы помочь предпринимателям, администрация поселка Ханемей учредила конкурс грантовой поддержки. Сумма, которую можно потратить на реализацию своей идеи, немаленькая – 100 тысяч рублей. Это поможет развить и сохранить бизнес в непростое время. Мы решили дать возможность как начинающим бизнесменам, так и действующим развить свой бизнес. Мы знаем, что заявок очень много, очень много идей у наших жителей, они всегда креативные. И мы, конечно, ориентировались на то, чтобы расширять ассортимент услуг для наших ханемейцев в поселке, чтобы было больше возможностей, больше услуг доступно. И чтобы это было, в первую очередь, востребовано. То есть, это было рентабельно и востребовано жителями. Тимуру, он очень ответственно подошел к конкурсу, подал документы, выиграл этот грант в размере 100 тысяч рублей. И, конечно, мы понимаем, что жителям это нравится, что это нужно, ну а это самое главное. С тонкостями изготовления хлебобулочных изделий предприниматель знаком хорошо. Меньше года назад он открыл свою пекарню. За сутки там выпекают до 500 буханок хлеба. А во время карантина из-за коронавирусной инфекции Тимур бесплатно раздавал свежий хлеб многодетным, малоимущим семьям и пенсионерам. Добрый поступок жители поселка помнят, а теперь их радует и открытие нового кафе. В заведении с северным, но теплым названием «Морошка» предлагают не только кофе и чай. Тут можно купить выпечку и шашлык. Я думаю, будет востребовано, потому что бывает такая погода, то ветер, то дождь. А здесь можно согреться, выпить чаю, даже есть какие-то закусочные продукты, те же пирожки, булочки. Я думаю, наоборот, это будет очень даже здорово. Особенно для тех, кто в 6 утра встают на автобус, здесь стоят, ждут, мерзнут. Ну, я думаю, что будет очень даже замечательно. Безусловно, это очень удобное решение. Именно такой сеттинг теплой остановки вместе с кафе, то есть в период ожидания автобуса, как быть, и к месту работы, либо к месту учебы. Можно выпить горячего кофе, перекусить. Это очень удобно, это здорово. Это именно то место, которого нам действительно не хватало, так как зима у нас холодная, зима у нас длинная, и транспорт приходится ожидать достаточно долго. Иметь такое место, это очень удобно. Средства на грантовую поддержку выделили из средств бюджета поселка. Планируется, что такая помощь предпринимателям станет традиционной. Мария Федорчук, служба новостей «Импульс».